Барнаул 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 домах если навести курсор и зажать клавишу специально то появляется такая маленькая метка с названием дома и с годами когда он существовал чего начинали из какого здания района вот или от и откуда начинается это вот игра насколько я понимаю когда сам заходил это площадь свободы нынешняя соборная да с площади свободы все начиналось то есть прежде всего это петропавловский собор как самый такой значимый для города в те времена истин площадь центральная важнейшая и центральная площадь главная городская дата вы получается соборная собственно это место сам самое подходящее для того чтобы с него начать ну а дальше уже во все стороны расширяется проект вот насколько во все стороны он сейчас дополнен весь ли барнаул 17 года удалось восстановить говорили что белые пятна остаются конечно остаются например мы не знаем что находится находилась на территории современной tc ультра до сих пор нет ни одной нормальной фотографии и такие прорехи есть но постепенно они закрываются то есть например вот я сейчас нахожусь на улице пушкина между соборной площадью это сейчас площадь свободы и московским проспектами часто проспект ленина и когда я начинал я практически ничего не знал о по южной стороне вот куда сейчас камера смотрит там есть буквально пара фотографий из которых ничего толком не видно и постепенно материал собрался и удалось восстановить этот фрагмент улице в том числе уникальная находка была это кинотеатр иллюзион причем вместе с интерьером удалось его воссоздать интерьером то есть войти можно можно зайти да сейчас войдем внутрь посмотрим конечно интерьер очень поверхностно сделан без особых деталей но он по крайней мере аутентичный если верить конечно чертежам чертежам не всегда можно верить правда вот зал в котором показывали кино но всего лишь один из многочисленных кинотеатров барнаула период по-моему в районе 20 было кинотеатров и они еще постоянно закрывались открывались некоторые из них были просто теми же кинотеатрами но под другим названием то есть там очень сложный делу то подходите с исторической точки зрения очень так скрупулезно потому что в вашей группе в к я вижу время от времени статьи которые рассказывают там про тот же кинотеатр иллюзион был материал да то есть про его историю то есть не просто воссоздаете облик но изучаете определенные вот вехи каких-то зданий да получается но мы с сашей давно интересовались историей наверное познакомились там лет через пять вот потихонечку начали на эту тему разговаривать и постоянно ходили по каким-то развалинам по городу там находили какие-то необычные места в городе и то есть интерес был когда есть сейчас интернет есть возможности находить какие-то архивные документы плюс есть люди которые нам помогли то есть далее тоже какие-то снимки и собирая эти данные действительно можно в деталях прям все это воссоздать ну вообще надо знать сашу он такой человек очень педантичный очень внимательный он способен именно вот весь материал перелопатить и максимально сделать достоверно вот это вот его такая черта очень хорошая возвращаясь к проекту хочется все-таки посмотреть город того времени может прогуляемся и вот эти дома которых сейчас уже нет или выглядят совсем не так наше время то есть вот город которого больше не существует прогулка по нему экскурсии вот чтобы вы показали если бы была возможность вернуться и правда прогуляться есть целый набор выдающихся зданий которые очень красивые или сложны и они исчезли и прежде всего я бы наверно церкви выделил это были самые такие мощные издания самые высокие они задавали тон для как как называется доминанта вот архитектуре называется доминанты вот петропавловский собор мы посмотрели а если на московский выйти там должна быть одегидрисская церковь и у статьи и фотографии не так уж и много да на таких панорамных сохранила снимков а как петроваловский собор и он не снимали отдельно до день они снимали есть только одна фотография где она сбоку краешком выглядывает и там можно детали рассмотреть все остальное это панорамные снимки восстановили и вот она вот она да и соседняя ратуши тоже очень красиво смотрится есть это чтобы люди понимали рядом с старым базаром вот по правую руку музей-город да получается да 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 это бывшая городская дума вот он да вот музей город а вот здесь стояла сейчас там сквер сам ленинский проспект когда московский как выглядел остановим посмотрим надеюсь он очень сильно изменился по крайней мере да да он в принципе очень сильно изменился за эти за это время ну что мы жили это ждание стоянки так ну во первых стоянка это самое интересное здание наверх казалось бы что это за будка такая она есть на многих фотографиях и многие привлекают внимание но что такое еще пойди разберись на самом деле это бирже производщиков там была стоянка вот здесь вот обратите внимание на вот эту длиннющую канавязь она шла практически целый квартал до самого конца к ней привязывались кучера и ждали своей очереди то есть люди вот здесь вот базар находился люди с базара свой товар несли вот сюда и загружали ну или сами загружались если это мы сейчас привыкли говорить и новости выходит что барнаул лидер по количеству торговых площадей самом деле барнаул 17 года это тоже город торговых площадей торговых домов пассаж смирнова вот который никто из современников не застал да он сгорел как раз пожаре 17 года как он выглядел и это такое апофеоз был до получается строительство купеческого барнауле пожалуй да это самое такое выдающееся здание среди торговых вообще все торг площади в городе были торговые там и сенная площадь и соляная и хлебная все и было действительно очень много сейчас мы отправимся к пассажу смирнова причем он сгорел не только в семнадцатом он сгорел еще и в четырнадцатом то есть было два на самом деле пассажа и мы про это напишем большую статью собираем материал очень много про этого газета написано было в те времена вот так он выглядел семнадцатом это очень непривычный вид потому что практически все фотографии которые есть еще у целого не сгоревшего здания они все выглядели иначе они все показывали другой вид здания но он сгорел в четырнадцатом году из-за общегородских погромов сгорел потому что там был винный склад кое-кто захотела венца напились да но и получается мобилизация на первом мировую до чтобы зрители вот и он сгорел потом его зиму перестраивали разбирали старые кирпичи и из них возводили новое здание вот она стала сильно другим она во первых добавилась ему третий этаж переделали башни в принципе вся архитектура поменялась и самое интересное что он слился с соседними зданиями соседству на гуголя находился оптовый магазин тоже есть фотография этого магазина и они слились в одно единое целое и в результате здание которое находилось на углу стало практически занимать целый квартал гигантская по своим размерам здания и сейчас вроде как сохранился от этого только маленький фрагментик которую уже сейчас под прямо сейчас разбирают я вчера там был там маленькая постройка возле а за с и сейчас разбирают кирпичи и там сохранился вроде как исторический кусочек стены похоже от него скоро тоже избавиться этот город который мы ну к сожалению продолжаем терять и в наше время да и помним контора купца мороза возгорела в наше время дом паскотина возгорел уже в наше время дарелем пиреал до гостиниц который сейчас торговый центр на его месте постоянно пристройки и делались зданием вторые этажи входы менялись в разных местах даже вот здание где мы сейчас находимся она тоже сейчас вход совсем в другом месте кстати можно получается его найти до наше здание где мы находимся правда она плохо нарисовано его нужно переделывать что в нем не так что хотите дополнить переделать ну просто перерисовать текстуру в более качественном виде детали добавить сейчас просто плоские текстуры на плоскости и когда я это делал но это было давно эту модель не было нормальных как бы так сказать футажей нет можно ли это так сказать то есть со временем я понабрал он понаделал сам разных фотографий чтобы сделать текстуры кирпич там бревна и тогда изначально каком разрешение не было ну и постепенно материал-то набирается вот а само здание ну конечно сильно поменялось но сейчас облицовано раньше был кирпич сейчас вход в другом месте вот где камера сейчас смотрит а на самом деле оно было другой стороны вот здесь сейчас это место находится стороны стадиона динамо но телезрителям еще акцентирую внимание то сейчас то самое здание где мы с ребятами общаемся да то есть создание сибирской меню группы выглядит вот так выглядела так в 1917 году вокруг него пусто нет фотографий того что было рядом вот дом полякова же да получается пока просто не не дошел до этого потому что я стараюсь последовательно делать чтобы из центра потихоньку расширяться в шип но сейчас по-моему 85 до саж процентов ну примерно до восстановлено на тот период из изначального плана на планы все время меняется про источники хочется все больше на фотографиям и фотографии вам нужны очень хорошего качества и вы публиковали эти открытки и тот кто история барнаул интересуется знает что барнаул до революции это сергей иванович борисов в большинстве своем его фото открытки его фотографии где достаете эти материалы и как удается и в хорошем качестве получить в хорошем качестве есть только два варианта первый это сайт государственный сайт куда все свои фотографии закачивают музеи совершенно официальный ресурс госкаталог ру и там они как правило в очень хорошем качестве с максимальным разрешением а второй вариант покупать штук 10 уже купили то есть фотографии или открытки материальные открытки конечно фотографии сейчас никто наверное уже не найдет потому что исходники насколько мне известно у того же бориса возгорели как раз в семнадцатом году в пожаре поэтому конечно мы находим на аукционе покупаем их и сканируем ультра высоком разрешении у этого барнаула не существующего который вот в 3d восстановлен на ваш взгляд какая должна быть судьба что хочется для этого проекта как он должен жить ну он должен мне кажется он должен стать игрой интересной игрой массовой сюжетом определенным таким правильным хорошим отношением к своему городу с любовью к нему и при этом интересной игрой то есть такой захватывающий интерактивный играет для того чтобы интерес больше частью да 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 это мне кажется самый лучший способ игровой форме изучать историю и знать и мне кажется человек который прошел там эту игру то же самое будет какой-нибудь учебник по барнаулу да ну может быть конечно скаженным не получится там академически это все перенести но тем не менее это было бы классно если бы подростки уже знали историю своего города спасибо большое вам нашли время что пришли успехов вам дело очень интересное и нужное мне кажется для каждого жителя города будет полезное а зрителям я напомню что сегодня мы общались с создателями проекта барнаул 1917 который позволяет прогуляться по улицам города столетней давности спасибо что были с нами до встречи